Добрый день, уважаемые цветоводы и садоводы! Меня зовут Ольга Дуброва и сегодня я вам расскажу про посев клубневой бегонии и любой всякой бегонии, потому что это растения одного рода и семена у них схожие и условия проращивания у них схожие. Будь то это ваши личные семена, которые вы собрали, либо семена, купленные в магазине, все происходит одинаково. Если на улице летом вы выставляете свои клубневые бегонии, то однозначно у них завяжутся семена. Растение бегонии клубневой оно однодобное, то есть в одном растении расположены и мужские и женские цветочки. Поэтому, считаю я смысл, все цветочки не обрывать, а ставить несколько, когда вы видите, что уже сформировалась такая коробочка. Поставьте, пусть она созреет, ведь в одном грамме содержится от 10 до 40, а где-то из 60-50 тысяч семян. Вот такие коробочки я собрала со своей клубневой бегонии. Вот они так вот выглядят. И семян этой коробочки, давайте посмотрим сколько. Вот напылила я там, вот их сколько. Это семена, это я так черновое делала. Поэтому потрудитесь, не забудьте, соберите их в фазе полной спелости, когда уже семенная коробочка побуреет. И в зимний период, когда будет у вас время в декабре месяце, вы их почистите, извлечете, чтобы у вас были готовые семена собственной репродукции, как говорят ботаники. Когда мы посеем семена бегонии, снова же любой бегонии, помните о том, что бегония зацветает через 5-6 месяцев от момента посева. Поэтому прикидывайте свои условия, когда у вас последний заморозок, где вы можете сохранять подросшие растения, когда вы хотите, чтобы она зацвела. И если вы посеете в конце января-феврале, то она зацветет у вас уже в конце мая-начале июня. Большого страха не будет, если в зависимости от всяких условий вы ее посеете где-нибудь в конце февраля-начале марта. Потому что, я так предполагаю, что условия обычные, домашние условия, подогонничек. Потому что в этот период уже световой день увеличивается, количество теплых дней увеличивается, солнечных дней. И бегония, растения очень светолюбивые. Семена, когда мы сеем, их не следует сверху присыпать. Они должны прорастать на свету. Еще один пример я вам хочу показать, куда мы будем сеять бегонию. Можно, например, подготовить такой пластиковый контейнер. Так что закупайте печенье и смело говорите родным, что это только ради цветоводства покупаю печенье. Очень удобно. Не забудьте сделать отверстие. Но отверстие это не вот так вот ножом. Потому что эти щелочки, они замоются, залипнутся и будет происходить избыток влаги переувлажнения. Отверстие вы должны сделать, я вот тоже заранее заготовила, но такие, чтобы карандаш проходил. Именно такие отверстия позволят не задерживаться влаги. Не только это для бегонии касается, но и может с вами пообщаемся про другие посевы как-нибудь. Это касается любых посевов. Потому что если диаметр отверстия или какой-то формы оно будет, будет меньше, чем карандаш, то снова же будет происходить замывание и влага не будет уходить. А в случае с бегонии, что удобно, что мы после того как, давайте примерно мы посеем, чтобы уже это было все у нас по-настоящему. Значит, земля должна быть хорошо просеянная, чтобы она не содержала никаких камней, каких-то вкраплений палочек, веточек, остатков торфа. Мы ее уплотняем. Если вы чувствуете, что землю следует просеять, то существуют любые приспособления. У меня, например, такое вот настоящее производственное сито. И если бы с землей это было не так, я бы верхний слой просеяла через сито. Диаметр может быть больше. Не надо такой вот мелкий диаметр. Это тут, наверное, 3 миллиметра. Затем мы хорошенько проливаем. Можно, если вы не уверены в качестве своего почвенного субстрата, можно пролить марганцовкой, но только после того, как вы промочили чистой водой. Затем будете проливать уже раствором марганцовки, либо другим обеззараживающим препаратом. Либо можно прокалить вот эту небольшую емкость с почвой. Некоторые говорят, прокалить это ужасно. Там ничего не осталось живого. Но поверьте мне, что в любом семени, в любой луковице, в любом материале, который мы сеем, внутри семечка содержатся все необходимые вещества для начального роста растеницы. Поэтому не бойтесь того, что тут чего-то не осталось. Все находится внутри семени. Если семена обработаны пестицидами, то их посеять легко. Они видны и наши посевы не будут загущенными. Бегония, хитрая девица, она не любит, когда слишком изреженные посевы. Но она и не любит, когда слишком загущенные посевы. Изреженные посевы, как показывает мой опыт, не дают как-то формироваться отдельно взятому растению. И они, получается, что отстают в росте. Не хотят даже и прорастать в положенные сроки. Если мы сеем семенами обычными, для удобства их можно, чтобы было заметно перенести на чистую листью бумажки, сделаем так желобочек и высеваем сюда немножко. Чтобы вы понимали, что в таком размере контейнера, где-то тут 15 на 20 сантиметров примерно, можно вырастить рассаду порядка 300-400 единиц. Вот такая выгодная культура. И мы легким движением, как сеятель на поле. Сначала в одном направлении, а затем в другом направлении. Чтобы лука не дрогнула, потому что я каждый раз переживаю, чтобы чего не вышло. В январе-феврале месяце на улице всегда можно найти снега. Не у себя, так у соседа. Поэтому по поверхности почвы мы распределяем снег. И когда мы будем сеять, то семена будут заметны. Вот эти даже мельчайшие семена, девокуляры, мы сможем различить. И мы будем видеть так, чтобы наши посеивания оказались загущенными. Будем уже рукою дозировать, как нам насыпать. Закрываем контейнер. Не присыпаем. Закрываем контейнер. Ну, возможно, там, если это один сорт, можно этикетку и не ставить. Но если у вас несколько сортов, и вы хотите их каждый по отдельности вырастить, а площади, конечно же, маловесенний период, мы снова же наполняем стаканчики. Будем считать, что вот они наполнены. Размещаем их в контейнер. В стаканчиках у нас есть отверстие, поэтому в контейнере мы этом уже не делаем отверстие. Наполняем. И не забывайте ставить этикетки. Допустим, у вас 10 сортов. И очень будет жалко, если вы не поставите этикетки сразу же, что только на последнем обнаружится, остался пустой контейнер. Значит, в какой-то вы посеяли дважды. Сопровождайте этикетками любыми. Если в вашем регионе нету профессиональных этикеток, конечно, приятно иметь дело, когда вот она такая, удобная. Мы пишем дату. Допустим, сегодня будет красиво 15.02.19. Заглянем в будущее. Бегония клубневая. Сорт или цвет желтый. Поставили. И так далее. И все. У нас тогда будет четко. И в весенний период, когда мы будем высаживать наш цветник, мы сможем не запутаться в наших стаканчиках. Наберитесь терпения. Бегония прорастает не на раз-два. Это пройдет дней 10-12, может быть 14. Иногда бывает, что она полежит-полежит, подумает, если семена старые, и может зайти и через дней 20. Наберитесь терпения. Не допускайте пересыхания, точно как и не допускайте переувлажнения. Если вы видите, что ваш контейнер, поверхность начала подсыхать, вы берете пульверизатор и пых-пых-пых сверху опрыскиваете. Можно и после посева, чтобы семена прибить в почву, можно после посева сверху вот таким образом побрызгать. Когда стаканчики стоят в контейнере, то тогда очень удобно нижний полив. Наливаем прямо в контейнер. Но еще раз призываю, не переусердствуйте. Растение теплолюбивое, светлолюбивое, поэтому температура проращивания должна быть не ниже 20 градусов. 20-21-22 такая вот температура для нее. И желательно, чтобы это происходило в течение всех суток на этапе проращивания. Потом, конечно, температуру можно и снизить. Ну, кто не связывался с любой бегонией, хочу вас подготовить к тому, что мельчайшие семена дают мельчайшие сходы. И это такая морока, но это того стоит. Когда вот из этого пылевидного семечки вырастает такой еще пышнее кустик, либо каскад образуется пышноцветущий, то это, конечно, очень для себя приятно и уважительно. Потом сам себя уважаешь, какой я молодец. Когда мы начинаем ее рассаживать, пикировать, тогда, когда образуются не первые семидорные листики, а когда уже образуется одна-две пары настоящих, похожих на взрослые листиков. Рассаживаем. Когда мы рассаживаем, снова же еще одна хитрость. Смотрите за тем, чтобы не переувлажненный был субстрат. Потому что, когда мы будем извлекать маленькие растения, то могут оторваться корешки. Лучше он будет немножко подсушен. Сильно сухой тоже не допускайте. Тогда все с этого корешка отвалится. И тоже будет неудобно высаживать это растение. Не стремитесь как можно раньше начать пикировать, потому что, когда только два семидорных листика, там всего лишь один, единственный родной корешок. Дождитесь, когда листика будет побольше, и тогда там уже много-много будет придаточных корешков, и тогда растение легче перенесет пересадку. Ну, про бегоню, пожалуй, и все. Я надеюсь, что вы получили полезную информацию. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!